Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Mazda CX-5. На видео автомобиль в комплектации Core с бензиновым мотором объемом 2 литра, с передним приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля серый металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес чёрного цвета по периметру кузова. Колёсные арки декорированы чёрными пластиковыми накладками. Диски литые, 19-дюймовые, с шинами размерностью 225х55, задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащён системой без ключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в тёмных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений тканевая. Водительское кресло оснащено механической регулировкой по высоте. Водительское кресло оснащено механической регулировкой поясничного подпора. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки «Старт-стоп». Автомобиль оснащён комбинированной панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманный фонарь. Указатели поворотов, левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Автомобиль оснащён светодиодными фарами. Фары оснащены омывателями. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стёкла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 192 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена в левом фонаре. Возвращаемся в автомобиль. Флажок управления центральным замком. Кнопки системы электроскладывания боковых зеркал. Блок электрических регулировок боковых зеркал. Блок управления передними и задними электростерками. Стеклоподъёмниками. Все стеклоподъёмники с доводчиками. Над водительской дверью предусмотрена ручка. Кнопка отключения системы стабилизации. Кнопка включения парктроников. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки слева на руле отвечают за управление маршрутным компьютером. Кнопки справа на руле отвечают за управление круиз-контролем. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 8 дюймов. В составе акустической системы 6 динамиков. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном и присоединение внешних устройств через разъёмы USB и AUX. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это даёт возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Автомобиль оснащён навигационной системой. Карты покупаются отдельно. На дисплей можно вывести информацию маршрутного компьютера. На дисплей можно вывести информацию о текущем состоянии автомобиля. Климат-контроль двухзонной. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Кнопки переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «А-С» отвечает за включение кондиционера. Кнопки переключения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопка включения электрообогрева руля. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев трёхрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом с подсветкой. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. В потолочной консоли предусмотрен очёчник. Пассажирский противосолнечный козырёк с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащён тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе предусмотрены два USB-разъёма, разъём AUX, слот для SD-карты и розетка на 12 В. В центральном тоннеле предусмотрены подстаканники. В основании передней панели предусмотрена беспроводная зарядка и розетка на 12 В. Бардачок с подсветкой отделан пластиком. Кнопка включения спортивного режима движения. Ручной тормоз электрический с функцией Auto Hold. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач автоматическая, шестиступенчатая. При включении задней передачи активируются парктроники и камеры заднего вида. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Освещение для пассажиров расположено в центре крыши. Салон от багажника отделен шторкой. Заднее сиденье с центральным подлокотником. В нем предусмотрены подстаканники и бокс. В боксе предусмотрены два USB-разъема. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 442 литра. Слева в полу багажника предусмотрена ниша. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Справа в багажнике предусмотрена розетка на 12 вольт. Справа в полу багажника предусмотрена ниша. Под полом в багажнике расположено запасное колесо и органайзер с набором инструментов. Автомобиль оснащен системой быстрого сложения сиденья из багажника. Задние сиденья складываются в соотношении 40 на 20 на 40. Для сложения спинки необходимо потянуть за рычажок. Задние сиденья складываются без ступеньки. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 1560 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается из салона автомобиля. Объем топливного бака составляет 56 литров. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью ручного упора. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель атмосферный, бензиновый, четырехцилиндровый. Объемом 2 литра. С отдачей 150 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Mazda CX-5 в комплектации Core. С бензиновым мотором объемом 2 литра, с передним приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Mazda Автомир Ярославское шоссе. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!